Добрый день! Сегодня у нас 5 апреля 2024 года. Те, кто смотрит наши видео, они знают, что мы всегда начинаем наши интервью с датой для того, чтобы можно было привязать к чему-то наше интервью. Скажите, пожалуйста, Екатерина, когда у вас была операция? Расскажите, пожалуйста, об этом. Операция была у меня 12 июня 2023 года. И тогда какой у вас был вес? На операцию пришла. Вес был 118 килограмм. А это был максимальный вес в вашей жизни или был еще больше? Максимальный был 120. Это было лето, естественно, 2 килограмма. Вот смотрите, вот интересно, ну вы же, наверное, тогда уже были не первый день полный, да? Да. Какое-то время у вас был вес, в общем-то, большим, наверное, да? Ну, максимально 120 это было где-то год. А так 110, 105, то есть в течение, наверное, 10 лет. Вот вопрос такой, значит, что стало вашей мотивацией для того, чтобы прийти и соперироваться? Потому что ведь наверняка ведь человеку просто так в голову это не придет, да? Вот пойду-ка я, значит, сделаю себе операцию на желудке, чтобы похудеть. Ведь все, наверное, пытаются как-то по-другому это сделать. Там диеты, таблетки, какие-то там активные физкультуры и так далее, и так далее. Правильно? Конечно, все это у меня было. И диеты, и спорт. Также и с эндокринологами работала. Я похудела на 15 килограмм. Вес у меня тогда был где-то 100, естественно, 85. Я была счастлива. Но потом я набрала, естественно, 20, потом и 25. То есть вес приходил и приходил, потому что у меня была проблема с инсулино-резистентностью. То есть я постоянно хотела есть. Естественно, мне ничего не помогало. Ни спорт, ни диеты, ни врачи, ни таблетки. Ничего. Вот смотрите, вы сейчас, конечно, очень хорошо выглядите. Просто прекрасно, да? Спасибо. И давайте тогда скажем нашим зрителям, какой у вас рост, чтобы просто понимали. То, что вы же высокая девушка. 175. Так, то есть 175 и ваш вес сейчас? 71. 71. Ну, вообще, отлично, да? А вы собираетесь еще худеть? Ну, худеть нет, но я занимаюсь спортом. То есть, немножко хочу еще улучшить качество. Смотрите, вот есть у вас какая-то идеальная цифра, допустим, которой вы бы стремились? Ну, там, я не знаю, 69 или там 68 какая-то. Нет такой цифры, да, у вас? Идеальная цифра была 75. То есть вы ее уже достигли и даже уже перешли? Да, но есть в планах, конечно, уже перейти, да, за 70. То есть, 69. Ну, понятно. Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, это достижимо, да? Тем более, с учетом того, что еще года не прошло у вас, у вас прошло только 9 месяцев, а, как известно, снижение веса, оно продолжается там год-полтора, да? Вот. И минимальная цифра веса, она бывает именно вот в это время. Давайте с вами вернемся, наверное, вот к тому, вот, что вы начали рассказывать, что вы, значит, пытались как-то лечить свой эндокринолога, да? Вы, наверное, обследовались тогда, да? Да. Ходили анализы какие-то, сдавали, да? Да, гормоны, то есть полностью все сдавала. То есть у вас было подозрение о том, что есть какие-то нарушения гормонального фона, да? Да, конечно, это были полностью нарушения месячного цикла и гормональные, но ничего, естественно, не помогало. То есть таблетки я пила, я же говорю, хватило на какое-то время, и все, опять вернулись. А они что-то нашли, эндокринологи тогда у вас, да? Вы, наверное, сдавали, значит, кровь на гормоны проверяли, да, или нет? Ну, с гормонами было не так сильно, небольшие, конечно, проблемы были, а в основном все-таки инсулинорезистентность дала. Так, а вот насчет нарушения вот этого цикла, это тоже некий звоночек, да, скажем так, да? Да, конечно, да. Сейчас он нормальный у вас, да, нормализовался? Да, я не пью никакие таблетки, то есть если мне раньше приходилось пить специальные препараты, да, чтобы восстановить этот цикл, то сейчас я не пью ничего. То есть после операции цикл восстановился, и он идет, да, как по часам. Понятно, да, то есть тогда такое слово, как там поликистоз яичников, не звучало, да? Не было, ну, понятно. Смотрите, а можете рассказать все-таки вот про ваши попытки снижения веса до операции, вот кроме посещения докринолога, да, что вы там сами пытались сделать для этого, там, диету свою, да? Диеты, конечно, подружки советовали, диеты, то есть всеми любимая белковая диета, да, снижала, но опять мне хотелось есть, то есть я худела, но у меня еще больше было чувство голода, то есть я больше хотела есть, естественно, я пять скидывала, да, там шесть-семь набирала, потому что бешеное чувство голода было. Вот, наверное, были попытки ограничения углеводов, да, но вот насколько вам по времени удавалось стабилизировать, скажем, этот вес в нижнем состоянии? Ну, начнем с того, что я ни одной диеты не просидела полностью, вес удержать, естественно, мне тоже, ну, то есть пока я сидела на данной диете, вес уходил, мне все нравилось, ну, это просто там до трех-четырех килограмм, так же он быстро и возвращался. Ну, то есть, правильно я понимаю, да, что вес все равно он был выше ста килограмм, да, на этих диетах, да, то есть не удавалось ниже дойти. Ну, смотрите, а что, вот, допустим, самое, скажем, эффективное из того, что вы пробовали тогда делать? Работа с врачом, то есть работа с эндокринологом, да, конечно, это было 15 килограмм, они очень долго держались, но опять, когда я вернулась к своему прежнему питанию, то есть вернули ремонты. Ну, минус 15, это сколько вы достигли, какой цифры тогда, значит, с эндокринологом? С эндокринологом, ему это было вот около 100, мне точно уже не вспомню, ну, где-то вот 100 килограмм, да, было и вот минус 15 килограмм. Ну, понятно, да. Вот, ну, хорошо, а вы же самое экзотическое что-нибудь пробовали, какие-нибудь были экзотические методы снижения веса, потому что такое бывает иногда тоже. Да, сейчас только вспомнила, это была диета, знаете, такие чемоданчики продаются в аптеке средиземноморской, да, ну, порошки, которые, сейчас, не помню, как это называется, то есть в аптеке продаются прям на неделю, готовые какие-то наборы, да, наборы. Это еда какая-то, да? Да, то есть я сидела на этом наборе, ну, тоже, конечно, пыталась. Ничего не помогло? Нет, оно помогало, естественно, на время, но, и сами понимаете, порошковая еда, она не очень полезная. Долго ее не выдержать. И, естественно, начались проблемы и с желудком, и совсем не вот. Ну, смотрите, Екатерина, все-таки, значит, как вы пришли к мысли о том, что нужно оперироваться, да, потому что, ну, вот, мотивация понятна, да, что, в общем-то, вес не снижается, все попытки консервативные, неэффективные, но вот именно вот сама вот идея сделать операцию, может быть, там подруга какая-то у вас, или там телевизионную передачу посмотрели, где рассказывалось про бриориатрическую хирургию? Нет, я всего этого боюсь, никому ничего не доверяю, никакой информации, поэтому у меня был живой пример, это моя знакомая, которая прооперировалась. Которая тоже у нас оперировалась? Да, она оперировалась. Это вы Маргарита имеете в виду, да? Да, Маргарита. Она, то есть, и когда мой муж ее увидел, я говорю, он такой, она так сильно похудела, она такая красивая, я говорю, вот, она делала эту операцию, я говорю, давай тоже мне сделаем, и давай. То есть, это было, Рита, вот, подготавливая меня к этой операции очень давно, то есть, она меня обрабатывала, можно сказать, там, несколько месяцев. Я говорю, нет, я сама, я буду работать с психологом, я буду работать с эндокринологом, я сама вывезу, а вес только набирался. И когда я увидела ее такую красивую, в красивой одежде, муж, и то есть, было решено в течение одного дня, что я делаю операцию. Да, ну, для женщин, кстати, это характерно, да, они очень часто принимают решения очень быстро, да, да, бывает такое, да, действительно. Вот, ну, смотрите, значит, в июне, значит, у вас была операция, у вас желудочное шунтирование, да, сделано. И как все это проходило, можете рассказать, вот, как вы пришли, допустим, там, насколько это сложно оказалось, да, потому что ведь, ну, понятно, что люди боятся, это же естественно, да, каждый человек боится. Насколько вот эти вот страхи, которые были, да, они, значит, соответствовали реальности? Нет, страха никакого не было, потому что у меня был живой пример, это Маргарита, да, я пришла в клинику в отличном настроении, пришла на час раньше, меня приняли, и единственное, что я хотела, я не умирала вставать, я хотела спать. И когда меня положили на операционный стол, я говорю, давайте только побыстрее, я говорю, очень сильно хочу спать, мне сделали наркоз, я уснула, проснулась, и, как уже после девочки говорили, требовала быстрее все заканчивать, я хочу спать, то есть я проснулась, у меня не было никакой там тошноты, да, то есть я прекрасно себя чувствовала, меня заставили ходить, я сразу встала, начала двигаться, и все. Болела сильно? Нет, ничего у меня не болело, как бы я была готова к этой операции морально, и нет, мне сказали пить воду, я ее пила, мне сказали двигаться, я двигалась, меня выписали, и то есть на третий день я уже просто была на даче и обрабатывала свои грядки, ну, естественно, аккуратно, то есть я была уже на третий день в строю. Екатерина, вот вы начали рассказывать, что вы на четвертый день после операции уже пошли, уже начали заниматься уже на своей даче, да, огородом там и так далее, и так далее, можете рассказать поподробнее об этом, не было ли это тяжело для вас? Ну, конечно, меня все ругали, все, кто видел, говорят, что ты делаешь, ну, я стояла на четвереньках, вся, естественно, в бинтах, в пластырях, и мелкий, то есть сардяк вырывала из своих тут грядок. Ну, это было нормально, да? Да, нормально, то есть я сильно не напрягала, конечно, без фанатизма я работала, но все прекрасно я чувствовала. Скажите, пожалуйста, а что вы, допустим, с приемом лекарств, витаминов, белка, еды, как это все у вас происходило? Ну, после операции, естественно, только бульоны были, вода и мороженое, то есть я съедала, покупала белый пломбир, стаканчик, и половину просто там вылизывала, да, его. Также через две недели я добавила себе пюрешки, то есть покупала детское питание, естественно, сама себе ничего не варила, не взбивала, покупала обычные детские овощные, добавляла. Очень тяжело было в этом плане, когда привык есть. Также пошла тут моя любимая кукуруза, которую я очень люблю, естественно, пока мне это ее можно будет, я ее уже есть нельзя, я чисто бульон, просто. А саму кукурузу вы выбрасывали, да? Семья ела. Понятно. Ну, вот вообще, насколько проблемным для вас было вот это вот питание, вот в ранний послеоперационный период, там, в течение первого-второго месяца? Ну, как бы сразу предупредили, что если съесть, да, кусковую пиццу, то и кусковую еду, будут проблемы. Естественно, я испугалась и не ела. Также где-то после двух недель, опять же, дача, шашлык, я жевала этот шашлык, и плюс просто его не глотала, выплевывала. И так было с некоторой своей любимой едой, я ее жевала и просто выплевывала. Понятно. А белок они пили, да? Пила, протеин с первого дня. Протеин с первого дня. С первого дня, протеин, да. Белок вы пили с первого дня, правильно? С первого дня, да. Как только приехала из больницы, то есть я купила сразу протеин. А какой? Какой-то специальный или просто в спортивном магазине? Нет, в спортивном магазине обычный белок. С высоким содержанием белка, с максимальным. С каким-то ароматизатором или просто обычным? С ароматизатором, да. Почему? Потому что, кстати, вот насчет белка с ароматизатором, многим людям он очень не нравится. И они попробуют его два дня, попьют, потом говорят, что все, я просто не могу, он мне не лезет. Поэтому, наверное, все-таки, когда этот вопрос встает, мы всем говорим, что просто специально покупайте белок без каких-то ароматических добавок. Потому что иначе это будет некомфортно и плохо. Нет, у меня наоборот был вкус, там, по-моему, клубника, мороженое. То есть вы это любите просто? Да, мне это нравилось. То есть так как я не могла другую пищу есть, для меня это, так сказать, десерт был. Понятно. Прекрасно заходил. То есть без вкусов, наоборот, мне не заходило. А витамины? Витамины пью. Какие вы начали сейчас витамины? Я в чате, в бариатрическом. И там посоветовали витамины. То есть сначала я заказывала витамины из Америки, специально для бариатриков их пропила. Сейчас не вспомню фирму, именно женские витамины тоже из этого же чата пью. И вот недавно я сдавала анализы, то есть у меня все в норме, кроме витамина D. Ну, витамин D, он, кстати, у многих людей в нашей средней полосе, он находится там ниже нормы, скажем так. Это такая типичная ситуация. Хотя пью 5000. Также железо, естественно, пью. Омега. То есть витамины у меня в норме. Ну, а вот смотрите, как происходило снижение веса вообще у вас, начиная с июня? Так, ну, естественно, вот мы как раз сегодня смотрели, за три недели я скинула 10 килограмм. За первые три недели? За первые три недели у меня ушло, да, очень сильно, многое в 10 килограмм. А потом по-разному. То есть когда за месяц там 5, когда 10, то есть когда 3, то есть прям график. То есть смотрите, это никогда не было линейным снижением веса, да, это всегда какая-то кривая, да, какая-то? Кривая, очень кривая. Да, почему, потому что, кстати, многие люди это тоже спрашивают вопрос, и, значит, если какое-то время там вес стоит, они начинают паниковать, да, это совсем не нужно этого делать, потому что в любом случае, значит, вес ваш будет снижаться в течение года, там, полутора, да, и если он чуть-чуть постоит, ничего страшного здесь нету. Это да, я тоже читала, естественно, из этого чата, но у меня так не было, то есть у меня он снижался, единственное, нет, он снижался всегда у меня, единственное, что в разных, да, и самых. Ну, понятно, понятно. Ну, вы девушку спортивная, правильно я понимаю, да? Спортом я начала заниматься как бы недавно, потому что я боялась, что обвиснет кожа, потому что уже как бы много килограмм скинула. А чем занимаетесь вы? А чем занимаетесь вы? Просто в зал ходите, и все, да. Обычный зал, да, но с тренером. То есть, я занимаюсь тренером. Никакой специальной у вас там нет физкультуры, да? Нет, нет обычной, она знает, что я делала операцию. То же самое, что вы всегда делали. Да, никаких ограничений, ни в весе, ничего у меня нет. То есть, так же, работаю с большим весом, естественно, постепенно я к этому пришла. То есть, дискомфорт это у вас не вызывает? Нет, нет, и у нее тоже. И у нее, замечательно. Она работает так же, как и с обычными. Ну, хорошо, смотрите, а вот психологически, как вы воспринимали? Вот это снижение веса. У вас радость какая-то появилась там, да, или что? Потому что очень многие люди, когда они начинают вес... Вот даже те девушки, скажем, которые находились в некой депрессии, да, условно назовем ее, да, перед операцией, из-за того, что у них был лишний вес. Когда он начинает уходить, они прямо как на крыльях летают. Было у вас такое или нет? На этот вопрос ответила не я, а мои друзья, которые заметили. Я этого ничего не заметила. У меня как все шло, так и идет. Я считаю, как было, так и есть. Но, какое замечание они сделали? Раньше я была очень сильно озабочена своим лишним весом. То есть я не развивалась в работе, там, в жизни. То есть меня взаботило только одно. Мой лишний вес, как его скинуть, как его что. Сейчас я обучилась. Я поменяла профессию. То есть я полностью, знаете, я постоянно обучаюсь, развиваюсь. Я поменяла одежду, стиль, о чем-то думаю, какие-то у меня новые мысли. То есть это заметили друзья. То есть они говорят, ты раньше думала только о своем весе. Сейчас думаю о жизни. Вот очень хорошо вы сказали, на самом деле, этот момент прям очень важный. Потому что многие девушки, они говорят, что я трачу свою жизнь, раньше тратила, на то, чтобы бороться с весом. У меня занимало 100% моего времени. И вот именно этот процесс попыток снижения веса неэффективный. А сейчас, когда эта проблема решилась, я просто начинаю заниматься тем, чем я раньше хотела всегда заниматься, допустим. Да, ну, не знаю, минус не минус, но сейчас жизнь настолько интенсивная у меня идет. Я постоянно в каком-то движении, я постоянно где-то путешествую, хожу на концерты. То есть как будто, опять же заметили мои знакомые, как будто ты проживаешь ту жизнь, которую ты там на стоп поставила. И сейчас я просто максимально, каждый месяц у меня, то есть обязательно, то есть это какие-то, слетать, отдохнуть, концерты, театры, то есть максимально. Даже данное интервью, то есть если бы вы мне предложили год назад, я бы сказала, что... Зачем? Сейчас без проблем. Ну, молодец, молодец. Ну, то есть уровень энергии у вас повысился, правильно я понимаю, или нет? Даже не в сто, наверное, в тысячу раз. Мне кажется, я в 25 такой не была, как сейчас свои 36. Ясно. Ну, а какие-то проблемы со здоровьем есть у вас сейчас или нет? Нет. То есть вообще никаких проблем, да? То есть я недавно проходила обследование, проблем никаких нет. До операции повышенное давление было у вас или нет? Ну, не то, чтобы давление, больше, знаете, ну нет, с давлением, наверное, все-таки всегда нормально было. Ну, а вот инсулин-резистентность, которая раньше была, она у вас ушла, да? Да, ушла. Это вы как-то проверяли каким-то образом? Да, конечно, проверяла. Ну, замечательно. Ясно. А эндокринолог ваш, с которым вы тогда работали, она в курсе, что вы прооперировались? Да. Я боялась, что она откажется. Получается, гинеколог-эндокринолог. Я боялась, что она от нее откажется. То есть когда я была последний раз у нее на приеме, она сказала, пока ты не скинешь 3 килограмма, то есть почему вообще я к ней пошла, да? Я не могла забеременеть. И мы с ней долго лечились, проходили всякие обследования. Она говорит, пока ты не скинешь 3 килограмма, ну нет смысла ко мне ходить. Когда я к ней пришла, естественно, уже минус, на то время у меня было 30. Я боялась, что она меня не примет все-таки в порядок. Нет, она очень обрадовалась, и мы продолжаем с ней дальше работать. То есть правильно я понимаю, что вы не жалеете, да? Что вы прооперировались? Нет, конечно. Ну, замечательно. А вот, допустим, какие-то забавные случаи, связанные с вашим похудением, они были? Узнают вас люди там? Что говорит вообще общественность? Да, недавно, то есть 3 дня назад, увидела свою соседку, она она давно не видела. То есть мы возле лифта с ней столкнулись, и она просто меня взглядом встречала. Она не знала, здороваться со мной или нет, я, это не я. Когда я подошла с ней первая, поздоровалась, она, естественно, удивилась. Говорит, ой, вы так хорошо выглядите. И многие идут, то есть я работаю, да, также в своем городе, хожу по одной и той же тропе несколько лет, и люди, которые там на площадке находятся, ну, то есть живут и замечаю взгляды. То есть она же вроде бы недавно-то другая была. И то есть я на их глазах, так сказать, все меньше и меньше и меньше. Понятно, понятно. То есть замечаю. Документы менять не собираетесь, да? У вас, вы примерно похожи на себя все-таки, да? Да, там было, получается, мне 25, нет, 22, получается, замуж вышла. И там, а раньше, кстати, когда я поправилась, в паспорте меня не узнавали. То есть смотрели документы, там молоденькая девочка, да, здесь такая большая тетя. То есть правильно понимаешь, что сейчас сравнялась, да? Вы вернулись к своему... Я вернулась к своей, красивый фотографик в паспорте. Ну, понятно, ну, замечательно. Смотрите, Екатерина, есть что-то такое, что вы хотели бы, допустим, сказать тем людям, которые вот только думают оперироваться, не оперироваться, да? Которые там в раздумьях находятся, в размышлениях. Ну, вот что бы вы могли бы посоветовать, вот исходя из своего опыта уже конкретного? Не знаю, настроиться морально, конечно. Я не сожалела, да? То есть у меня был живой пример, это, естественно, моя знакомая. Я ни дня не сомневалась. То есть также была колоссальная поддержка от мужа, который также хотел, чтобы видеть красивую жену рядом. Поэтому я не жалею. То есть мне все понравилось, конечно. И советую своим знакомым с лишним весом. Потому что при мне они также сидят на диетах, борются со своим лишним весом, у них ничего не получается. Я говорю, придет время, ты ко мне придешь, я тебе дам врача. Скажите, пожалуйста, Екатерина, вот очень частый вопрос, который задают люди, которые, значит, либо там собираются сделать биориатрическую операцию, либо ее уже сделали, что происходит с волосами и с кожей? Потому что есть такая проблема, как выпадение волос. И это бывает с третьего по восьмой месяц после операции. Чаще всего некий такой вот период. После истечения восьмого месяца это останавливается. И волосы начинают восстанавливаться, наоборот. И так бывает чаще всего. И эта ситуация, она не зависит от самой операции. Это ведь происходит просто от очень сильного массивного снижения веса. То есть, если, допустим, человек мог бы самостоятельно скинуть такое же количество килограмм, как он сделал на операции, то происходило бы то же самое. Понятно. Что было у вас? Как это все это выглядело? Ну, волос у меня очень много. Поэтому то, что выпало, оно даже незаметно. То есть, никаких облысений у меня не было. Да, действительно, боялась, что будут выпадать волосы. Но нет. То есть, выпадали. Выпадали, но так, умеренно, скажем так. Да, то есть, сейчас 10 месяцев. Выпадали, что у меня прекрасные волосы. Поэтому у меня нет. Значит, у вас эта чаша миновала? Какая-то проблема? Как бы, опять же, читая чат бариатрический, узнавала оттуда очень много полезной информации, что обязательно, если мы будем пить белок, витамины, которые мы пьем, они хорошо усваиваются. Я все делала правильно. Молодец. Пила белок, ела белок, пила протеин, да. И после этого только витамины. Естественно, у меня все усваивалось. У меня изменилось качество кожи. Оно, естественно, стало лучше. То есть, если там говорят кто-то хуже, нет. У меня, наоборот, кожа подтянулась, ушла отечность. Плюс я еще пила коллаген. И если посмотреть мои фотографии до-после, то есть, из вот этой вот большого лица превратилось вот это. То есть, никакой пластики здесь нет. Единственное, когда я скинула 20 килограмм, я сделала себе смаз лифтинг. Это уже недавно совсем, да? Правильно я понимаю? Ну, как недавно. Если уже сейчас 40, тогда... То есть, получается, сейчас у меня уже 48 килограмм я скинула. А на то время это было только 20. Дождите, смаз лифтинг – это косметическая процедура? Косметическая процедура. Это не хирургия? Это не хирургия. А, ну, понятно, понятно. То есть, идет как выработка коллагена просто. Ну, понятно. И все. То есть, здесь ничего больше нет на лице. Ну, и да. На лифилеров нет. Выглядит очень хорошо, на самом деле, да. Опять же, спорт, который помогает вырабатывать. Поэтому все нужно совмещать. То есть, просто так, если вы хотите сделать операцию для здоровья, пожалуйста, сделайте. Лежите там тюленем, вы похудеете. Но если вы хотите хорошо выглядеть, то это обязательно белок, спорт и витамины. То есть, в любом случае, если человек хочет достичь идеального результата, некоего, да, он все равно должен прилагать усилия сам. Да. Не только надеяться на нас, скажем так, на докторов, да, которые сделают часть, значит, свою часть всей этой, значит, системы снижения веса сделают, да. Ну, и, конечно же, он сам должен и голову включать, да, и заботиться, и думать, и так далее, и так далее. То есть, вот мы как раз такой подход очень сильно приветствуем, да. Мы считаем, что вот это вот идеальная ситуация, да, когда человек думает, размышляет, принимает сам решение, и активно участвует в процессе, да. Значит, огромное вам спасибо за ваше интервью, замечательное, да. Спасибо вам. Вы очень хорошо рассказываете, кстати, хорошо говорите, вот. И уже просто для формальности, значит, подтвердите, пожалуйста, что вы чем-то разрешаете размещать это интервью, да. Да, конечно, без проблем. Что вы создаете согласие, что мы можем это делать. Да.